Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мужу 56 лет, хочет, чтобы я родила. Это мой второй брак, дети у нас взрослые, указывают свои. Живут отдельно, мне 44, мы же 56. Раньше вопрос о детях не стоял. Сейчас мы считаем просить ребенка. Я морально не готов и боюсь, в силу возраста может это страхи. Но нет больше молодецкой легкости и беспечности, много всего в голову лезет, а он хочет дочку. Обижается и говорит, что хочет подарить ей тепло и любовь. Внуков еще нет и походу долго не будет, там свои планы. Но мы еще вроде не пенсионеры как бы, ну и мы че, что нет общего дитя у нас. Но если объективно, поздно уже. У нас остаток обычный, всяких нянек не будет. Как в таких важных вопросах поступить? Какой может быть компромисс? У меня даже были благородные мысли отпустить его и исполнять мечту. Хотя он не настаивает, но знает, что мечтает. Помогите советам, если это вообще можно как-то решить. Нет, ну решить, конечно, можно. Только, наверное, я не с таким депрессивным настроем, как у вас. Таким вот, знаете, как пораженческим, да? Вот. А ну, здесь, конечно, как мне кажется, есть у семей такой этап, который называется Синдром Покинутого Гнезда, вот. Мне кажется, что в данном случае можно говорить о том, что вы достаточно плохо, как мне кажется, проживаете этот этап. Вот. То есть мне кажется, что вы как-то не привыкли, как будто бы, что ли, вот, жить для себя. Вы привыкли как будто бы только жить для, ну, для детей, для кого-то. И в частности, в частности, ваш муж, судя по тому, что вы описываете, он привык жить так же для, ну, условно говоря, да, для детей. И, собственно, не привык как-то вот, как мне кажется, жить для себя. Вот. Ага. И, соответственно, конечно, возникает в данном случае ряд трудностей. Это нормально. Это естественно. В данном, ну, в данной конкретной ситуации важно только, наверное, понимать, да, в какую сторону вы хотите двигаться. То есть, понимаете, ребенок часто, довольно-довольно часто, как бы, ну, рассматривается, вот, своими родителями, я бы сказал, как, такая, знаете, прослойка между, ну, между родителями. То есть, условно говоря, если вам вдруг, ну, с собой, например, некомфортно как-то, вот, то ребенок, естественно, вот, этот момент, скажем так, мог бы как-то, ну, скрасить. Вот. Только сложность в том, что, ну, как бы, проблематика ваша, собственно, она, от этого никуда не идет, она никуда не денется от этого. И это важно понимать. Поэтому, вот это вот желание вашего мужа подарить тепло и любовь, как он говорит, вот, ну, и именно вот это желание подарить, это желание вашего мужа подарить, вот, тепло и любовь. Оно, на мой взгляд, требует своего исследования, на мой взгляд, требует своего внимания, потому что, ну, как бы, здесь, на мой взгляд, есть проблемы. Равно как и у вас, может быть, определенная сложность, вот, в том, что уже, ну, уже вы боитесь чего-то, вот. То есть у вас уже, ну, вот, в какой-то степени есть страхи, вот. И это отдельный момент, то есть, не в том смысле, чтобы вы, вот, работали с вами, страхами, да, вот, и, соответственно, обязательно рожали, нет, ни в коем случае. В том смысле, что, ну, вот, вы, если испытываете, вот, такие, ну, такие, такое чувство, такое чувство страха, да, то, ну, совершенно очевидно, что это как-то неспроста, и совершенно очевидно, на мой взгляд, что с этим нужно работать, вот, что-то нужно корректировать, что-то нужно распорять, чтобы вы, ну, не боялись, вот, чтобы была вот эта самая лёгкость, о которой вы говорите, которую вы, ну, вот, на данный момент, судя по вашим словам, не чувствуете. Вот, то есть, это же, как бы, ну, это ваше, это ваше собственное ощущение, что вы не чувствуете лёгкости, что у вас появились страхи, так далее, вот, и что вы, судя по описанию, ну, судя по тому, что вы говорите, не очень, как бы, хорошо понимаете, что с этим делать. Вот, ага, то есть, как бы, понятно, что он, ну, делал не в ребёнка, ребёнка, это в данном случае способ как-то вот закрыть пустопыл, это совершенно понятно, я надеюсь. Ну, вот, и всё-таки, если, и, как бы, заводить ещё ребёнка, то, на мой взгляд, всё-таки лучше это делать не из дефицита, это всё-таки лучше делать из избытка, вот. А, чтобы это было из избытка, ну, нужно обрести какую-то опору, вот. А в данном случае про опору, ну, как-то говорить не приходится, вот. Потому что, ну, вот, люди, в данном случае вы не можете, повторюсь, жительство, да, сейчас вы вот очень привыкли за то время, пока у вас были, ну, пока у вас были дети рядом с вами, да, вот, вы очень привыкли жить для них, очевидно. И перестроиться вам, конечно же, сложно. То есть, ну, тут нет ничего, ну, ничего дурного, нет, ничего плохого, нет. Вот, что вы не можете перестроиться, вам тяжело, потому что, ну, привыкли, привычки менять, в принципе, достаточно сложно всегда. Поэтому, мне кажется, сама по себе это не проблема. Но проблема в том, что вот, ребёнок в данном случае, как бы, видится как некое средство, средство защиты, там, от внутреннего кризиса и по степи. И, на мой взгляд, что, ну, ваш страх, он, вот, да. Как бы, ну, обусловлен, тем, что вы как-то понимаете, понимаете, может быть, вы понимаете, что вас хотят ребёнка, вот, вас хотят не просто ребёнка, но именно дочь. И, соответственно, естественно, вас это напрягает, ну, как бы, ну, почему именно дочь, чтобы, вот, то есть, это, тут, тут, вот, тканье, конечно. Нужно работать и нужно разбираться, разбираться с этим, вот. Как мне кажется, там, что, ага, ну, вполне может, может быть, быть, что речь идёт о кризисе, определённом кризисе, вот. Кризис в ваших отношениях, может быть, кризис среднего возраста, вот, может быть, ещё какой-то кризис, ну, то есть, совершенно очевидно, если у вас вот собран покинут вагнеза, этап покинут вагнеза, и вы не очень понимаете, как, ну, как вообще вот в этом всё как бы ориентироваться. Вот, я бы сказал, что это, ну, нормально, вот. Потому что, ну, на самом деле, на самом деле нужна адаптация какая-то, что, ну, в этом, в этой позиции, вот, а, как бы, если, ну, если адаптации нет, то, конечно, довольно, ну, довольно сложно и тяжело в этом смысле, вот. Поэтому то, что, в принципе, вы описываете, не является чем-то вот таким экстраординарным. Ну, безусловно, как бы, это, ну, может стать, вот, проблемой, да, безусловно, это может стать проблемой, вот, если с этим, ну, как-то ничего не делать, ничего не делать. Вот, вот как-то, наверное, так. Что ещё хочется сказать, то, что, возможно, у вас с супругом нет в полной мере каких-то, ну, доверительных отношений, вот, где бы вы могли как-то вот, ну, поговорить по душам, где бы вы могли, да, ну, обсудить то, что вас, ну, волнует, там, беспокоит и так далее, вот. То есть это, конечно, это, конечно, ну, проблема, проблема достаточно. Такая, может быть, ну, серьёзная. Вот, и, соответственно, ну, тоже на это нужно обратить вам своё внимание, вот, потому что это всё часть вашей жизни, вот. Ага, вы, вот, судя по тому, что я вижу, да, вы, ну, как-то, вот, не очень этому уделяете. Внимание, может быть, не привыкли, да, может быть, боитесь, вот, может быть, человек опасаетесь, может быть, вот, что-то ещё, ну, не так, как мне кажется, это важно в данном случае, вот. Ну, суть остается, как бы, суть остается сутью, в общем, пицион. Вот, поэтому я бы, я бы ответил, ну, я бы ответил на ваш вопрос так, то есть, ну, рекомендуется, вот, если говорить о рекомендациях, да, то рекомендуется, конечно, что рекомендуется психотерапия, вот, то есть это, вам с мужем нужна психотерапия, потому что, если бы вы могли сами, ну, как-то тут всё разрешить, ну, уже бы, уже бы, наверное, разрешили бы, а так, если вот разрешить не получается, то нет никаких оснований думать, что получится разрешить в будущем. Ну, вот, потому что, ну, просто есть вот такой большой достаточно риск того, чтобы он, а вы будете уходить, эм, просто в, эм, обиду на свою умную, вот. Ага, ну, то есть, то есть, будете, вот, обещаться на него, вот, говорить, что, ну, вот тебе, там, нужен только, значит, ребёнок, да, и всё, тебе больше ничего не нужно, меня там так далее, вот, и, ну, что в купе с тем, что, а, что в купе с тем, что вы, судя по всему, не привыкли жить для себя, для себя, вот, ну, может быть, может быть, да, достаточно критичным. Ну, для отношений о, 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 ваших, вот. А, следующий аспект, на который хотел бы обратить ваше внимание, это то, что, вот, у вас какая-то неуверенность по жизни, ну, по жизни у вас, эм, ну, в присутствии, вот. То есть, есть, ну, есть, вот такая, как мне кажется, эм, проблема, есть такая сложность, что на данный момент как-то так вот вышло, вышло, что вы себя, эээ, чувствуете, ну, не слишком уверенностью, вот. То есть, эээ, у вас, ээээ, с возрастом, да, ээээ, не повышается, ээээ, уверенность в себя. Вот, а наоборот, эээ, увеличивается, ээээ, какая-то напряженность. Ты, скажу, что это вот, ээээ, ну, как минимум, означает, что, ээээ, что вы делаете не так, эээ, и, ээээ, куда-то вы двигаетесь не туда. Обычно, ээээ, человек, ээээ, о-ээээ, что прям, ээээ, ну, подобно, ээээээээээээээээх, когда он на постоянной основе с собой черт, то есть когда человек постоянно как-то вот размывает свои границы лично, да, и кто-то, ну, сам за собой, да, не сказать, что вот следил там. Вот, я сейчас вас не обвиняю, да, просто как бы говорю, что может быть, что есть вот такая проблематика, что так бывает, это не только у вас так бывает, не только у вас так происходит, вот, и, соответственно, это вот то, что нужно, ну, на мой взгляд решать. Вот. Значит, я не рекомендовал бы спешить, вот именно спешить, да, то есть, ну, я бы не рекомендовал уходить как-то в отказ, да, ну, сразу, редко. А я бы больше, наверное, предложил бы здесь сделать что? Ну, поговорить с мужем, донести до него, что, в общем-то, нет ничего невозможно, да, вот, но, как бы вы чувствуете вот проблему определенную. Вы чувствуете некоторую тревожность, да, соответственно, как потом хотите обратиться к психологу, поговорить вообще, ну, потому что, ну, вам, чтобы, словно говоря, родить ребенка, да, нужно там определенное, ну, успокойствие, успокойствие, вот, что, в принципе, мне кажется, вполне адекватное, ну, в смысле вполне адекватное желание быть спокойным, вот, и, соответственно, уже, как бы, на, ну, на психотерапии, да, вот, уже, будучи на психотерапии, вот, как-то рассматривать, разбирать то, что, вот, беспокоит, то, что приводит, то есть, то, что напрягает, а, как бы, за, вот, такой период, период достаточно большой, вот, чтобы вместе, судя по тому, что я вижу, вполне возможно, ну, как обидеть, эм, много проезд, эм, какое-то количество обид у вас, вот, вполне возможно. Вполне возможно, что эти обиды вы чувствуете, вполне возможно, что, э, чувствуете вы так же, что, ну, как по вашему мужчину, пытается убежать от этих проблем, вот, и убегает как бы от вас, в этом смысле, вот, и естественно, ну, естественно, вам это неприятно, это нормально, это нормально, это никому, никому не было бы приятно, вот, поэтому мне кажется, что вот, в первую очередь, что нужно сделать, сделать это, признать вот какой-то факт, ну, факт наличия проблемы, да, вот, и последовательно решать именно ее, вот, как бы, на мой взгляд, ну, никто не доставляет вас расшат ребенка, вот, а обиды вашего мужа, это, это, очень похоже на манипуляции, вот, ну, я не говорю, что он, прям, специально, что-то делал, ни в коем случае, ну, просто, вот, говорю, что, ну, такая проблема, проблема, может, существо, вот, поэтому, тут, максимально внимательно, на мой взгляд, нужно подходить к решению вопросов, вот, ну, в принципе, наверное, это все, что я хотел сказать сейчас, на данный момент, это все, я надеюсь, что вам это было полезно, я надеюсь, что вам это было интересно, вот, я надеюсь, что какие-то выводы вы из моего ответа постараетесь сделать, вот, ну, соответственно, уже решите, что, как вам, ну, как вам двигаться дальше, то есть, ну, вот, в какую сторону, куда, как и так далее, вот, надеюсь, что я, ну, помог вам хоть немножко, как-то определиться с тем, куда вы хотите двигаться и что вы хотите делать, вот, да, да, ну, хотя бы, вот, для начала определиться, тем, вот, тем, хотите ли вы, например, заниматься психотерапией, допустим, или нет, да, сами, хотя бы, вот, очень важный момент, не для мужа, а сами, ну, а с мужем, если вы будете это, например, делать, то это будет только легче, это будет интереснее, вот, и это может открыть вам новые перспективы ваших отношений, вашего взаимодействия, вот, неоднократно, так, в принципе, уже бывало, уже бывало, вот, ну, понятно, что в какой степени это всегда риск, понятно, что не все так вот гладко и какие-то проблемы могут, конечно, возникнуть, вот, ну, все решение, в принципе, все можно решить, в крайней мере, так вытекает из него, ну, так, такой вывод я могу сделать из своего опыта, который, вот, у меня есть, вот, вот, как-то так, значит, за обратную связь, по-моему, ответы я вам буду благодарен, вот, это позволит вам начать работу, работу с собой, ну, такую первичную, вот, первичную начать, на с собой работу, желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью вам, она обязательно пригодится.